Всем привет! Еще пару лет назад я заметил интересный сговор между провайдерами домашнего интернета, и, как я понял, ситуация не поменялась и по сегодняшний день. В чем, собственно, сыр-бор? В один прекрасный момент, из-за постоянных и частых проблем у своего провайдера, я задумался на тему подключения дополнительного провайдера в качестве резервного. У меня подключены 100 мегабит, так что мне хватило бы канала, скажем, в 5-10 мегабит, чтобы использовать его чисто как резервный, на случай, если основной выйдет из строя. И каково же было мое удивление, когда я понял, что дешевых тарифов просто нет. Медленные, но дорогие есть, есть быстрые и дорогие, а вот именно чтобы дешевые, такого нет. То есть у провайдеров существует некая пороговая сумма, ниже которой они просто не опускаются. Вот, скажем, в моем городе-миллионнике представлено много провайдеров домашнего интернета, в том числе от крупных фирм. Вот, например, у Beeline, услугами которого я уже пользуюсь, самый дешевый тариф – это 20 мегабит за 300 рублей. Конечно, есть 50 и даже 100 мегабит по акции всего за 350 рублей, но в данном случае меня интересует самый дешевый тариф. И тут мы видим 300 рублей. Возьмем второго крупного провайдера – МТС. Там нам предлагают самый дешевый тариф уже за 400 рублей, зато сразу 50 мегабит. Опять же, уже 400 рублей, то есть дороже, чем у Beeline. Взглянем, чего нам предлагает Ростелеком. 550 рублей за те же 50 мегабит. То есть даже нет вариантов подключиться с меньшей скоростью, просто нет таких тарифов. Ну и возьмем еще одного крупного провайдера в нашем городе – это Домру. Самый дешевый тариф стоит 400 рублей, в котором нам предлагают скорость 40 мегабит. То есть вы уловили суть. Ни один из провайдеров не предоставляет медленного, ну пусть это будет 5-10 мегабит, но действительно дешевый интернет. Скажем, рублей за 100, 150, ну или максимум 200. Все предлагают сразу 50 мегабит и за 400-500 рублей. Кроме одного Beeline, у которого есть тариф за 300 рублей и дают они 20 мегабит. Я думаю, этому есть простое экономическое объяснение. Ну, во-первых, подключение нового абонента по определению несет для провайдера некоторые расходы. Просто тупо кинуть до клиента кабель витую пару и заплатить мастеру по подключению, ведь он же тоже не бесплатно работает. И если бы клиент платил, скажем, по 100 рублей в месяц, а потом отключился через несколько месяцев, то получится, что провайдер просто сработает себе в минус. Во-вторых, каждый абонент занимает порт на сетевом оборудовании, который, как и Москва, не резиновый, не говоря уже о том, что это оборудование тоже стоит денег и его надо сопровождать. Смысл провайдеру продавать порты задешево, когда он может продавать задорого и при этом иметь все так же небольшую нагрузку. Ведь какой бы быстрый не был у вас интернет, вряд ли вы утилизируете свой канал на все 100%. Да, конечно, среди моих зрителей обязательно найдутся любители торрента, но, на мой взгляд, сегодня эта тема уже не так актуальна, как несколько лет назад. Сегодня есть куча сайтов, позволяющих потреблять контент онлайн, не говоря уже о том же ютубе. Даже если вы активно качаете, ну скажем, игры, вы все равно делаете это кратковременно. За несколько минут вы скачали нужный вам объем, утилизировали весь свой пусть 50 или даже 100 мегабит канал на 100%, а после скачки нагрузка на канал опять падает и становится минимальной. Если ваш роутер умеет показывать статистику по скачанному объему, посмотрите, и, скорее всего, там вы увидите цифру, ну скажем, в несколько десятков гигабайт, но максимум 1, 2, ну 3 сотни. И если поделить эту цифру на время, ну скажем, за месяц, то вы поймете, что вы утилизируете свой канал, ну максимум на 5-10, ну может быть 20%. В том числе и поэтому провайдеры с такой радостью предлагают нам быстрые тарифы, просто мы не утилизируем канал на 100%. Так что нет ничего удивительного, что провайдеры с радостью предложат нам кучу дополнительных услуг, типа цифрового и мобильного телевидения, сим-карты с пакетом, минуты смс, бесплатный антивирус или еще какую-то лабуду. Лишь бы вы только платили больше некоторого лимита. То есть только интернет можно получить за 500 рублей, а уже за 600-700 рублей мы получим и интернет, и телевидение, и сотовую связь. Казалось бы, чисто математически, если за 100 мегабит мы платим 700 рублей, то почему мы не можем купить 10 мегабит за 70 рублей, а по факту ведь как раз и не можем. Так как продавцу просто выгоднее предложить больше услуг за те же деньги, чем давать нам скидки и продать меньше услуг. Пожалуй, это все, о чем бы я хотел вам сказать в этом видео. Своё мнение, как всегда, пишите в комментариях. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим, вы смотрели хп.ру, всем пока!